У меня четверо детей, из них трое ходят в школу. Сами представьте, до школы почти километр и пяти в потёмках. Жители села Авалакова остались без уличного освещения. Почему энергетики пошли на крайние меры? Это очень такой крутейший тренинг на коммуникации. В Лесосибирске провели бизнес-тренинг для школьников. Победители игры получили возможность представить свои идеи на краевом конкурсе проектов. Я хочу в будущем идти в карате и стать тренером. Каннские спортсмены вернулись с медалями региональных соревнований по карате. Вачинский начал работать цех по производству пластиковой тары. Аналогов такого производства в соседних городах нет. Эти заготовки, внешне похожие на лабораторные пробирки, на самом деле будущие бутылки. Их разогревают в специальные печи, затем помещают в формы и раздувают сжатым воздухом. За сутки здесь изготавливают до 20 тысяч бутылок объёмом от полутора до трёх литров. Готовую продукцию распространяем по городу Ачинску, по разливным магазинам и по Красноярску. Также по разливным магазинам и по оптовикам. Ну, конечно, охота выйти на Красноярск, ну, побольше Красноярск большой город, охота выйти на Новосибирск, Кемерово, вот эти города всё возить. Ну, пока вот мы на Ачинск на Красноярск только работаем. В планах расширяться дальше, покупать ещё станки, ну, и, естественно, работать дальше. Александр открыл новое для Ачинска предприятие, получив краевой грант. Молодой человек написал бизнес-план и принял участие в конкурсе краевого агентства труда и занятости. Став победителем, получил денежный приз – 300 тысяч рублей. На эти средства и собственные сбережения он купил оборудование и создал несколько рабочих мест. Заготовки закупают в Железногорске. Туда же на вторичную переработку отправляют бракованный товар. Сотрудники цеха по производству пластиковых бутылок признаются – пока работать приходится методом проб и ошибок. Отладить производство и полностью избавиться от брака надеются в течение ближайшего месяца. Жители улицы Полевая Алексей Пряников и Евгений Прямицын показывают столбы, на которых несколько дней назад висели фонари. В тёмное время суток от них было светло. Теперь фонарей нет и от этого неуютно и беспокойно. У меня четверо детей, из них трое ходят в школу. Сами представьте, до школы почти километр и идти в потёмках. Жители села Оболакова недосчитались около 30 уличных фонарей. До школы действительно путь получается тёмным. Вот это кирпичное здание за моей спиной – Оболаковская школа. А вот это крайний уличный фонарь на улице Заречная. В вечернее время здесь ещё светло, а дальше по улице фонарей уже нет и, соответственно, темнота. Там ещё несколько улиц, на них тоже нет фонарей. Фонари сняли работники Енисейского филиала сетевой компании «Красноярск Энерго». Энергетики уверяют, это было воровство и его нужно было остановить. Ввиду того, что провели рейд подключения уличного освещения, то есть как бы, да, и выявили незаконно установленные фонари, которые влияют на работоспособность наших сетей, то есть получается, люди просто сами подключали их. Сельчане признают, фонари действительно устанавливали сами, вернее, нанимали электриком. По их словам, инициативу поддержала администрация Оболакова. Было это ещё полтора года назад. Мы установили сами, ввиду того, что ждали мы это три года, когда это всё произойдёт. Мы нашли вот это вот всё. У нас фонарка есть, всё есть. Ну, я понимаю, ты отключить свет, но зачем снимать-то? Кто её будет теперь вешать? Кстати, это единственный фонарь, который удалось отстоять у энергетиков. Остальные они увезли с собой. Для местной власти демонтаж тоже стал неожиданностью. Для меня это стало сюрпризом. Мы каждый год делаем акт осмотра с представителем сетевой организации. И у нас в акте осмотра ни одного замечания не было. Выявленные в этом году нарушения сельская власть сейчас намерена исправить и организовать легальное уличное освещение. Правда, когда это произойдёт, точно сказать пока никто не может. Назаровскам предлагается разработать логотип к 55-летнему юбилею города. Символику планируют использовать при оформлении баннеров, праздничных плакатов и сувенирной продукции в течение всего юбилейного года. Конкурс будет проводиться по двум номинациям. Помимо юбилейных эмблем на рассмотрение будут приниматься и иллюстрации для праздничной полиграфической продукции. Приветствуется использование официальных и исторических символов города Назарова. В конкурсе могут принять участие все желающие, как самостоятельно, так и в соавторстве. Эскизы необходимо принести до 26 февраля включительно в детскую художественную школу по адресу 30 лет ВЛКСМ 95. Итоги конкурса подведут в марте. Более подробную информацию о проведении конкурса можно узнать на сайте администрации города. В Боготоле, несмотря на закончившиеся новогодние праздники, в Краеведческом музее открылась выставка старинной новогодней игрушки. Организатором и инициатором выставки стал местный житель, коллекционер со стажем Николай Николаенко. Это не только игрушки, но и бусы из стеклянных палочек, маски, популярные в конце прошлого века, поздравительные новогодние открытки. По представленным экспонатам можно отследить некоторые страницы истории нашей страны. В период Великой Отечественной войны, конечно же, наши солдаты, когда проходили через разрушенные города, то, возвращаясь домой, много было все разрушено, все это обвалялось бесхозно. Многие пытались как-то что-то немножечко украсить, быть своих детей, они привозили даже елочные игрушки. В Лисосибирском молодежном центре в рамках реализации флагманской программы «Ты – предприниматель» школьники города смогли принять участие в уникальной игре. Для ее проведения в Лисосибирск приехали Ольга и Дмитрий Сухановы, преподаватели краевой молодежной бизнес-школы. Благодаря этому проекту дети имеют возможность принимать участие в конкурсе предпринимательских идей. Мы в разных форматах его пробуем. В прошлом году мы просто ездили по школам, собирали их, например, в одну школу приезжаем, рассказываем про программу, мы рассказываем, что может быть, мотивируем к учебе, к деятельности. А в этом году мы решили пойти маленько по-другому, и мы погрузим их сейчас в то, что как в бизнесе возникает. Переговоры, постановка задач, контроль, вот все как в жизни. Суть игры – ребятам даются определенные ресурсы, с помощью которых нужно собрать автомобиль. При этом далеко не один. Чтобы сделать свой автоконцерн успешным, юные бизнесмены должны научиться договариваться с друг с другом и добиваться поставленных целей. Я покажу, как выглядят детали. Все вы узнаете. Бортовой компьютер, коробка передач, кузов. Соответственно, вы с ними познакомитесь более подробно. Я буду рынок. Это то место, где вы будете менять вот такие запчасти автомобиля вот на такую карточку. Игроки получают конверты с деталями, но хватает не всех. Необходимые запчасти команды приобретают друг у друга. Сколько уйдет? Пять дверей. А колеса как? Короче, двери стоят. Давай, короче, за 4 500 будем просить хотя бы. Сейчас мы с командами считали деньги, детали, которые от машины «Логан». И смотрели, ну, сопоставляли, все ли верно нам дали. Сейчас мы ждем, когда нам дадут, ну, как старт. И мы начнем уже собирать машину. С таким форматом организаторы побывали уже в различных городах Красноярского края. В качестве начинающих бизнес-акул себя успели попробовать минусинцы, шарыповцы и школьники из других территорий. Это очень такой крутейший тренинг на, знаете, на коммуникации. То есть тут очень шумно, если вы заметили, очень насыщенно. Дети пытаются выбить какие-то определенные детали для своего автомобиля, для того, чтобы произвести как можно больше автомобилей. Ну, потому что чем больше произведешь, тем больше, тем ты и победишь. Если команды собирают одинаковое число машин, то финалиста определяет оставшееся количество денег. Одна из самых предприимчивых визосибирских команд – это Стрелковская средняя школа. Ребята первыми справились с заданием. Для капитана команды «Максима» эта игра – отличная возможность попробовать себя в бизнесе. Тем более, что у молодого человека уже есть собственная идея. Моя бизнес-идея состоит в том, чтобы создать нефтеперерабатывающий завод. Основное направление – топливоно-химическое. Данный проект при реализации даст большое количество рабочих мест. И думаю, что он будет полезен не только для края, но и для страны в целом. За 150! Я главный! За 150! За один день в Лисосибирске прошли три игры. Участниками которых стали 117 ребят из десятка образовательных учреждений города. В результате определились лидеры школы номер 8 и 18-я, кадетский корпус, а также сборная команда из нескольких образовательных учреждений. Победители получили возможность представить свои бизнес-идеи на краевом конкурсе. А главное, у них появился шанс воплотить эти идеи в жизнь. Канцкие каратисты на Кубке Байкала. На днях ребята вернулись с региональных соревнований, в которых приняли участие 10 воспитанников младшей группы. Это ребята в возрасте от 8 до 13 лет. Наши земляки привезли оттуда 4 первых места, одно второе и одно третье. Успех канцких спортсменов закономерен. Местная школа каратэ уже давно вышла на принципиально высокий уровень подготовки. А сами ребята серьезно относятся к занятиям и с удовольствием посещают их. Я посмотрел по телевизору, захотел на каратэ пойти, пришел на каратэ. Уже 4 года. Я хочу в будущем в каратэ стать тренером. Я прям к этому все цель, это моя цель, то что все на первое место и все. Больше никакое нравится мне, ну как бы развивает очень. И я даже не могу ответить на этот вопрос, потому что у нее просто нравится отходить сюда. Не удивительно, что и девочки занимаются киокушинкой. Соревнований Александра привезла первое место. Занятия каратэ дают им массу преимуществ. Красивую фигуру, стройность и гибкость. В целом расслабляться каратисты не собираются. Впереди все самое интересное. Сборы, первенства и множество соревнований. Каратэ это такой своеобразный вид спорта, в котором развивается на самом деле не только физическая сила, но и духовное воспитание. Некоторые даже ребята приходят и родители приводят, не для того, чтобы они показали какие-то результаты, хотя к этому нужно стремиться, а для того, чтобы их воспитали, как они говорят, настоящими мужчинами. И на самом деле каратэ это дает и воспитывает нравственные качества, духовные качества человека. Командирей, вот, сэй. Четвертый рей. Дружку, вот. Мы будем тренировать наши сердца и коллеги достижения твердого непоколебимого духа. Мы будем тренировать наши сердца и тела не достижения твердого непоколебимого духа. А таким образом каратисты обычно завершают свою тренировку. Они произносят вслух доджи-кун, а если по-русски – семь заповедей кио-кушинкай. И говорят они о развитии не только силы, но и духа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok